Всем привет! Меня зовут Захар, и сегодня новое видео о том, как мы с Ромычем поедем кататься на электричках. Пройдем пару трейлов. Кстати, у меня сегодня день рождения. Мне сегодня 33. Еду кроме домой. У него там где-то кикер есть дёртовый. Я не думаю, что он себе трейл сделал прям во двор небольшой. Здесь он живет. Полочка даже. Где-то там он живет. А это получается... А, это вылет сюда. Вот так Рома основательно сделал такой прям радиусный вылет наверх. И туда. На этот кикер меня не хватит, я очкую, а вот он на той качеле, я сейчас покатаюсь. Полетели, давай. О, нифига себе, ты вообще про. Блин, чувак, вот это дерево, кстати, мне не внушает доверия. Ну, он как-то провисает сильно. Начинается. Тачка Ромы, такая арбея. Чуть-чуть поменьше ёмкость, чем у меня. Чуть-чуть послабее мотор, но... Ну, мы должны сегодня хватить на наш маршрут. Если не хватит, то я тебя тащить не буду. Я позавчера поехал на пикет без тебя. И поворот направо там есть. Я поехал туда, короче. И лучше бы я туда не ехал. Я выехал покататься буквально рядом с домом на электричке, которую мне выдал байк-левел в рамках того, что я стал амбассадором байк-левел.ру. Это Bulls Ivo AM1. Такая вот электричка. Ну, в общем, для All Mountain по вот таким вот всяким местам самое то вообще. Вот я ехал по дороге, вот по этой, которая сзади меня. И здесь какой-то съезд такой интересный. Прям с неё нырок такой по тропе вниз. Но на карте нету этой тропы. Проверим. Блин, в этих местах тут недавно медведей видели. Ну, вроде они уже должны спать, правильно же? Так, вот съезжаем из дороги. И какая-то прям микротропинка. И по ней человеческие следы вон на снегу. Ну, я бы сказал, даже не микро, а тут дорога. Ё-моё. Поехали. Так. Блин, на резине непривычной себе. Я на лапте съезжу, а здесь швальба стоит. Такая тоненькая. Не очень после Максика, если честно. Ну, ну ничего, поменяем. Пока на ней. О, тут колья может быть под снегом. Слушайте, ну это прям... Я даже не знаю, это дорога или тропа, как вы считаете? Пишите в комменты. А-а-а! Блин, прикольная тропинка. Вообще не зря свернул. Водительная штука. О, какая колья. О, нифига там уклон пошел. А, ну назад крутить я точно не смогу. Так, вот здесь я не проеду. Проеду! А-а-а! А-а-а! Страшно! Еще один поехал. А-а-а! Страшно! Страшно! А-а-а! А-а-а! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Извините за визги, но страшно, правда. Так. Ну давайте диагональами чуть-чуть. Колеи большие. Угу. Еще к велику не привыкший. Я на нем катался. Ну, можно сказать, не катался. Все так первый раз по трейлу еду. Кстати, да, реально, на этом велике я не катался вообще. Первый раз еду, можно сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какие стучки надел. О, какой видок, смотрите! А-а-а! Чушуеть! Просто, где я вообще? Блин, тут уклон прям вообще хороший. Ну, вид. Я контакты поставил себе на электричку. Потому что правда удобнее. Ну и вниз ездить. Я уже привык. И это палка в пипец неудобно. Опа! О, тут мотоки точно ездили. Вот это вот колея их. Ой, хорошо так. Прикиньте, трейл нашел вообще с нуля. А, он прямо пошел, а можно вот через бревно. Можно через бревно не проехать. Опа! Так, можно было по прямой, можно было направо. Лучше бы я направо поехал. Так, вот там вот тормозиться перед деревьем не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха! Йоу! Ну вот нашли прикольчики с электричкой. 24 килограмма и вот такие бревна по пояс. Но, судя по всему, здесь мотоциклы тоже перекидывают. он все бревно ободрана так него блин короче я понятия не верность оказалось без нет дорог вообще просто остаться не вы медведя не спит здесь разобранные все все сне снята вот от водку так скатилась получается и трейл оттуда же приходит так прикольчики поехали дальше ну разбудился тропа где-то на середине склона заканчивается поворачивает и опять обратно в гору прет как бы поеду просто в накручу пыжнику на то бы ехать должен короче я понял пацаны я осознал я все осознал почему мы не катались раньше я все понял а уже этим летом вы можете вписаться в однодневные туры на электричках по побережью сам живописным местам и трейлам города сочи подробности по ссылке в описании короче рома сколько скрывать буквально поднял и мы уехали сразу же он вот чувак просто там час назад даже меньше минут 40 назад кровати лежал еще прыгнула великами поехали кансина дорога с посуши реально солнышко вылезла конечно понял вот что еще электричка позволяет контролировать пульсовые зоны но обычно велик такой крутишь на 1 торчок и у тебя пульс там су-80 может херачить либо остановиться либо но ты не можешь какой-то взять тем что как вот прибеги какой-то темп на котором ты бы ехал бы в эту же гору с пульсом там 160 150 а на электричке ты просто берешь и себе например режим послабее включаешь ну там крутишь на своих 160 но при этом как бы находится в зоне и ты едешь в эту гору и еще такой прикол по части пульса все что ты едешь на электричке у тебя на 20 единиц примерно ниже чем на обычной велике там где у тебя 180 на обычном на этом будет 160 я там где 160 будет 140 . водоциклисты катаются часто и вон куски натоциклистов валяется о зеркало отлично вот это интересно кстати хангвард смотри слушай но он прям как лопата нажима педистов а можно им кстати это купать начинается он вообще с дороги вот такой если зарядкой в камеру глаза эти оба забыли саде надеть очки рома ты точно встал 40 минут назад достаточно бодрый для человека который только поднялся с кровати трейл змейка очень-очень-очень грязный и скользкий ой эти корни это ой 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 не тормозить не тормозить больше тормоза я просто не могу встегнуться уже полчаса левой ногой ну где-то дерево упала я помню но где не помню о а это интересная секция кай Пикер Скользко Здорово, пацаны Таких косых бревен вообще лучше не касаться Обратите внимание, как Рома здесь бьется задним колесом о камень Я думаю, что как раз в этот момент он получил боковой порез покрышки Короче, у Рома порез вот здесь сильный Чувак, ну я думаю, что это не залепится сейчас У меня есть черви, можем попробовать Давай Боковой порез это самое херовое на бескамерных покрышках Если червь не поможет, будем камеру ставить Есть прям вообще толстые У меня, кстати, только толстые остались Этим червям, я не знаю, лет, наверное, года три Короче, еще рекомендую вот так самого червя в клею измазать Вот так лучше или вот так? Вот так, мне кажется Все, давай перевернем герметик Вот, короче, вот такая вот получилась пипка Поставили червяка, накачали Вроде пока держит Ну еще с тобой две камеры есть Земляной червя Еще латки для камеры, еще черви Продолжаем! Банкет! Ой, я не включил велосипед, подожди Сейчас велосипед включу Ну выглядит классно вроде Кстати, вот в контактах велосипед тяжелый дергать намного комфортнее, чем без них И эти 24 килограмма реально немного нивелируются За счет того, что я контактов Что касаемо визгов при катании Я заметил, что многие визжат во время катания В том числе и я В обычной жизни я никогда вообще, в принципе, таких звуков просто так не издаю Надо было вот сюда И даже смотришь буржуев, какие-нибудь англоязычные блоги Там точно так же визжат чуваки, которые катаются То есть это что-то такое естественное во время катания на горном велике Ну куда без визгов Съезжал как в рот Как он такое Как я голенью ударился больно Нога выстрелилась Я голенью в педали шатался Здорово Такие электро и не только Велосипеды вы можете приобрести на Байклевл.ру С годом гарантии на батарею и мотор Два магазина и мастерские в Москве и Сочи Где вы можете пощупать велосипеды Или получить обслуживание вашего байка Его мотора Или обслужить свои лыжи и сноуборд Ссылка в описании Короче, мы закрутили на гору Думали там 300 метров сброса Но я подозревал, что будет по обрыву Рома сказал, давай попробуем Да, Рома? Мы приехали, в итоге здесь обрыв, конечно же 300 метров сброса Последнего сброса будет в своей жизни Короче, у Романа нет компьютера на руле У меня дома компьютер Да, ему чтобы посмотреть, сколько у него заряда осталось А мы нужно по блютусу к велосипеду подключиться У меня чуть полегче У меня вот такая вот шкала Бывают вообще модные компьютеры Там в процентах все Рома едет сзади, отстает Ледит вперед и начинает топить Когда-то перед камерой Родничок Не, ну резина швальба Как бы на грязи и на мокром нормально держит Она еще такая По расположению шуфов похожа на грязевую Максис На шорте пылевую Или на бедскрин только На бедскрин в два раза длинней шипы Говно набрали на движок Здесь кайфово О, они в топеньке сюда сделали, круто Стой, подожди Там очень прикольно пока, видите А, поеду в брод Уже пофиг Тут чайная плантация, мы сейчас по ней прям поедем Вниз Что-то это не похоже на тропу Дальше, дай Куда-куда-куда-куда Пусть лес вон видно чайную Прикольно Сейчас мы поедем туда вниз Ну вот, примерно здесь где-то А вон тропинка проходила сюда Да я упоролся во что-то Сверху, наверное, красиво Ладно, поехали Смотри, какие чайные офигенные, чувак Согласись, самые крутые в городе Ну да, вон Ох, ёбва мать Рома Рома, это Это не выглядит как что-то, что можно съехать Я тоже пока еще еду Там дальше Ой, ой, не покатиться бы туда Так, а дальше? Нам нужен третий Придержи Потом я вернусь, помогу тебе с твоим Давай, бросай У тебя полегче все-таки Вот он, плюс легкой электрички До Нателла! Линтер! Блин, ну на таком асфальте надо кино снимать, по-моему Посмотрите Блин, у меня все грипсы в говне, они же скользкие Короче, темнеет И очень надеюсь, что мы успеем засветло еще тревел один съехать Красиво Рома устал Потому что Рома сегодня не ел вообще Он съел один банан сегодня И все, он встал с кровати Я напоминаю, поехал сразу кататься Вот И он даже уже на электросе тупит в подъемы Хоп Мы крутим вверх по трейлу По которому спускались вниз На обычном велосипеде Это вообще, в принципе, никому в голову не придет Крутить по трейлу вверх Просто по корням каким-то Короче У Ромчика села батарейка Ромчик тоже подутомился Потому что он сегодня ничего вообще не ел И я его, короче, как настоящий друг бросаю в лесу И топлю быстрее вперед Чтобы успеть засветло еще трейл один с них спустить Под названием Ресторан Свино уже почти Тащит, тащит, тащит Оба Фух Чуть переключатель не оторвало в дровиняку Ох Да, мы с нами без топи не повернусь Тут сейчас место где-то будет очень уклонистое место Вот оно Здесь надо прям не торопиться Сейчас мне скользко Фух, чтобы вы понимали Я вообще за седлом вешу Прям потихонечку Помаленечку У нас в полку надо попасть Здесь будет торможение Опа Дальше И Спрыг с грюна Спор Здесь опять стяжелка сейчас будет Прикольно Блин, надеюсь, там не сильно темно по картинке Потому что Очень весело здесь Юуу Кuls Адренальность не зашкаливает кайф Едем дальше Там сейчас будет снег報ка по корням лютая Вот здесь надо ловилку сразу искать я даже не знаю колью поеду так здесь потихонечку переключатель не оторвать прям по ручью едем и там будет сейчас закрут такой из ручья там только но и мотоциклы и вот электрички можно оба е я успела засветло спуститься и в этом месте я заканчиваю сегодняшний влог вот такая вот развил коричная и вот на меня добычусь по корням затолкать велосипед получился круг на 25 километров мы сегодня неплохо покатались так наверное вот в два раза больше чем обычно катаюсь и на обычном велике устал я знатно сейчас прикреплю вот еще данные за сегодняшнюю поездку какие пульсы у меня были вот то есть интересно вообще какая нагрузка до была физическая ромчик спасибо тебе за каталку и вам спасибо всем за просмотр всем пока а